МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации и толерадой компании Гомель у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуском. Сегодня у городским поселку Карма прошел первый фестиваль «Льняная карусель». Як худше знайсти працу, або открыть уласную справу? Ва университете имя сухого реализуюць адукацейный проект под назвой «Паспяховая праца уладкаванне». Усе усядло. Гомельские велосипедисты массовым заездом закрыли сезон, каля тысячи человек приняли удел у Восиньским велопробегу. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Сегодня у городским поселку Карма прошел первый фестиваль «Льняная карусель». Организаторы спадяются, что это мероприемство станет брендом района и будет заденичать протягнению сюды туристов. Тематичные подворки, выставы и майстер-классы рамесников наведал Олег Синтероу. В Сорске Карагод, Клич-Палесе и теперь у Льняная карусель. У регионов Гомельской области организуются фестивали, которые повинны стать их визитными картками. На кольке это отримается у кармянского района. Сказать по культяшка, Льняная карусель прошла тут в первый раз. Али планы у организаторов Виолики, у речи, каля рабочем масштабные, то и эффект повинен быть отповедным. В фестивале Льняная карусель мы задумались тем, чтобы как можно больше собрать друзей, как можно больше познакомить с нашим населенным пунктом, с территорией нашей. И безусловно, это будет привлекать и туристов, и гостей. И рассчитываем на то, что в дальнейшем будет способствовать развитию экономической составляющей. Традиции выросшивания и перепросовки льону на кармянщине наличуют и нескольких ста годзев. Хоть в уголе гэта культура человечества, вядомая еще с 5-го тысячи годзи до нашей эры. Инша справа, что выробы зея тады были литерально золотыми. Ранее выробы зея льону ценились вельми высоко. В старожитном Египте, например, их носили только фараоны и жрацы. Причем, кошт таких выробы напрямую залежу от их ваги. Кольки вопрот коважила, стольки зея давали и золота. А прича того, вядомые такие факты. На сусветной лондонской выставе в середине 19-го сагодя коронковую длинную густку вагой 56 граммов продали за 725 граммов золотом. У Беларуси в целом и на кармянщине у приватности таких цен, правда, николи не было. Выробы зея льону тут выкорствовались массово. Причем, носили их не только заможные люди. Для организации фестиваля у карме не только заденечили властной макшемости, а и запросили гостей из России, Украины и Италии. Плюс допомога Евросоюза у рамках проекта «Саденечение на местовом узоровне у Республики Беларусь». На выдаткованные сродки зарабили центральную пряцовку и створили Центр ресурсного забеспечения фестивариум. У Украины и Европейского Союза льонные выробы до речи так само користаются по опытам, хоть набыть их можно не кожным. В Италии не используется льон, как бы его не собирают, но пользуются постельным бельем, но пользуются этим только богатые люди. Рубашки, платья для женщин, брюки для мужчины от 150 до 200 евро. Тема льону у Карменском районе выкорствовывается не только у створений промысловых брендов, и те первые у фестивальному руху. Для района это макшемость захования народных рамёстов и выхования поваги до человека празы. Менавито с такой мэтой у Струкачёвской средней школы два года тому створили наповедно пеший на Гомичный музей Ильну. Теперь тут не только организуют экскурсии у темнику для новочинцев из других школ, а и проводят тематические уроки. Дети приходят, ну меньшие дети, началка, среднее звено, приходят они просто в этом музее, можно сказать, в свободное время они живут. Там всё это расставлено так, как в доме в старом было. И очень любят там быть. На уроках белорусской литературы часто используются материалы, на уроках истории используются материалы, которые собраны в музее. В наступном году фестиваль «Льняная карусель» в Крамянском районе планует провести знову, але отбыться он повинен ранее, не где у Жнивни. И справа не только у Бош Тёплого надвора, не где у гэта перейд лён квятнее, причём протягивается гэта процесс усягон никаких годин. А тому и бачили, квятнеющий лён далёко не усе. Гэта прикладна тоеш, что сноси папорот кветку. В усилякем разе счастье повинно не покидать человека на протягу як минимум целого года. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, Телерадо-компания «Гомель» с Кормы. Як худше знайсти працу або открыть уласную справу? В университете Мясухога реализуется эдукационный проект под назвой «Поспяховая праца уладковання». На протягу года пройдя шерах навучальных семинаров, тренингов, круглых столов и бизнес-сустреч. Над ним з їх побывала и наша здымочная группа. Виктор Камарес наведывал каждый семинар проекта. Молодой человек неодавно скончил университет и находится на стартовой пляцовце на шляху до самостоинного життя. Тренинги, семинары, сустречы с опытными бизнесменами, представниками улады и промыслового сектора экономики, дабы могли спрастить задачу. Виктор мае намер пайсти в бизнес. Засталося вырешить, чым лепш заняться – продавать настольные гульни або вырошивать раков. У меня имеются идеи, которые я хочу реализовать. И приходя на эти семинары, я хочу получить информацию, какое дело лучше открыть, как это сделать, ну и какую систему лучше выбрать. Также буду ходить до конца уже, пройдя весь этот курс полностью. И надеюсь, что после этого всего курса я смогу открыть свое дело и стать успешным в своей области. Каб знайсти свое место на рынку працы, важно зрозуметь, хто ты – выканавца. И тогда, благодаря тренингам и семинарам, можно научиться достойно и эффектно презентовать себя потенциальному працадавцу. Те предприниматель, тогда специальные занятки и бизнес-устречи помогут зрозуметь основные законы организации и ведение уластной справы. В минавито этому присвеченный восенский блок проекта «Паспяховая працевладкованья. Дорожная карта». Открытие собственного дела – это один, можно даже сказать, основной ресурс для поиска работы на сегодняшний день. Мы рассматриваем эту проблему так, что люди, в принципе, должны понимать, что сегодня для того, чтобы трудоустроиться, нужно еще и создавать свой бизнес. Поскольку мы знаем, что у наших людей есть свои идеи, мы много чего можем, мы, в принципе, образованная нация. И вот этот ресурс хотелось бы реализовать именно в собственном бизнесе. Один из ярких прикладов – история студента Белорусского державного университета транспорта Дианиса Смолякова. Молодець человека, дякуючи уделу у мероприемствах проекта «Паспяховая працевладкованья», открыл уластную справу. Зараз он – уладальник интернет-магазина. Пообщавшись с ними, понимаю, что это не так уж трудно. Главное – действовать. Нам дали рабочую схему, как достичь кратчайшего срока. И, в принципе, это сработало. Мы попробовали и все выстрелило. Жихарка Гумеля Светлана Сверская после ликвидации предприятия, когда по году не могла найти работу по специальности. Когда видела объяву обшарговой подходящей вакансии, тут же связывалась с работодцем. Но каждый раз нечто не отримывалось. После некоторых отмывов совсем опустила руки. И тут случайно нашла в интернете информацию про бесплатные семинары в политехническом университете, как раз для таких, как и она. У вынеку женщина отримала необходимые коммуникативные навыки и знайшла работу. На курсах я приобрела именно на курсах навыки, как преподнести себя, как свое время лучше использовать в работе. Там с многими агентствами нас познакомили. Тренеры очень все квалифицированные и грамотные со стажем работы. Усяго за час реализации проекта для слухачок бесплатно организуют больше к полсотню адукационных мероприемств. Например, уголение психологии, карьерного развития, повышение социальной отказности, пошуку працы, предпринимательства и створение уластного бизнеса. Долучиться до отдела в проекте может любой жадающий. Марина Джалая, Валерий Гапанько, телередо и компания «Гомель». Сегодня означается Международный день перокладчика. С нагодой свято в Гомельской областной универсальной библиотеке с имя Ленина открылась выстава «Живая совесть по международам». Экспозиция разместилась у музея редкой книги. Она наличивает свыше 30-ти саправды уникальных выданий, у тем лику миниатюрных. Это переважнословники и подручники по замежных мовах. Одны отлюстровывают агульновядомые мовы народа в свету, иншие довольно редкие и навод мертвые. Например, это дунганский язык, который распространен сейчас только в некоторых областях севера Китая. Это айродский язык или, как его сейчас называют, южно-алтайский язык, на котором, понятное дело, разговаривают несколько тысяч жителей Республики Алтай и современной Российской Федерации. Представленные выдания датуются от начала 19-го года до 70-го года до 20-го. Саправдной разыночкой коллекции изъявляется великий сбор до военных подручников по белорусской мове, по яких можно просочить изменения ее литературных и филологичных норм. Экспозиция книжных выданий удополненная грошовыми одинками и предметами по быту разных народов. В Гомельском Державном училище Олимпийского резерва отбылся святочный концерт, присвеченный одразу дзюм надыходящим святом – Дню Наставника и Дню Сталого Человека. Залы установы собрало больше, как 100 человек. Сирот запрошенных – заслуженные тренеры, молодое поколение наставников установу спортивного профиля. Некоторым из них за особистый укладу на учение и выхование юных спортсменов в этот день были уручены гоноровые грамоты управления спорту и туризму Гомельского облаканкама. Особливая ж гости мероприемства – ветераны спорту. Некоторым уже за 80. У их биографии описаны перемоги на самых высоких узровнях. Есть чемпионы Европы и навыц свету. До речи, частка з'их за свое житет поспела завоевать перемоги не только на спортивном поле, а и на военным, коли по воле лесу довелось оборонять родиму у годы Великой Айчинной войны. У наступные часы многие стали тренерами и передавали свой опыт уже молодым спортсменам. На передании дня сталого человека и дня настауника их повиншовали творческие коллективы Гомеля. Со сцены гучали любимые песни и живая музыка. Моя вся жизнь связана со спортом, потому что я волейболист, я уже более 50 лет в волейболе. Поэтому мне предложили возглавить нашу областную организацию ветеранскую два года назад. Ну и вот мы работаем над тем, чтобы наши ветераны были не забыты. Они себя не считают пожилыми людьми, потому что, вы же знаете, образ пожилого человека, это значит с палочкой, еле двигается все. А у нас большинство наших ветеранов ведут здоровый образ жизни, энергичный. Я думаю, что сегодня наши ветераны получат истинное удовольствие. Во-первых, они пообщаются между собой. Это самое главное. Усе уседло. Гомельские велосипедисты массовым заездом закрыли сезон. Каля тысячи человек приняли уделу в Осинском велопробегу. Колона аматра у самого здорового и экологичного транспорта проехала по улицах города. Открывать и закрывать велосезон у Гомеля у опушния годы стала доброй традицией. Проезжают по одним, семьями, прационными коллективами и великими компаниями Сяброу. У нашем городе немало людей, для каких велосипед не просто сродок перемещения, а в образ життя. Когда тает первый снег, из моего подвала выбирается велосипед. И он уходит с первым снегом примерно. По снегу пока не рискую. Хотя есть знакомые, которые и по снегу умудряются. Я часто катаюсь, я принимаю участие во всех веломероприятиях. Я катаюсь в свободное время. Я очень люблю этот вид спорта и активно им занимаюсь. Место старта – пляцо около Гомельского медуниверситета. По информации организаторов, попередние зарегистрировались для отдела у Восиньского велопробега около 600 человек. Однако видовочно, что приехало больше. Это самый демократичный вид транспорта. От самых простых до супер просунутых и навод уникальных моделей. Велосипеды во всех разные. Однако мы это одна. Отпочицы добро провести час. И показать, что перемещаться на двух колах – модно. Охотка – это стане еще и больше сручно. Есть проблемы по велодорожкам. Но, как начальник управления ГАИ Республики сказал, это внесется изменение правил дорожного движения, я думаю, в следующем году. И разрешат движение по автодорогам, по улицам, по улицам, по дорожной сети, только по выделенным дорожкам. Колонна вела аматоров проехала по улице Гомеля 18 километров и финишовала каля ледового палаца, где у дельников чекала забавляльная программа. Максим Савин, Алина Василюк, Александр Харлампов, Павел Антунов. Телерадио компания «Гомель». И до инших новинов. Компания «Орта Плюс» поширает свою присутность у областных центров Беларуси. Сегодня у Гомеля открылся десятый по лику магазин. Подрабязности у наступным материаля. Медтехника от мировых производителей, бандажи, их фиксаторы, компрессионный трикотаж. Эти и многие другие товары теперь могут приобрести гомельчане в новом салоне-магазине «Орта Плюс». Он находится на одной из центральных улиц Гомеля, проспект Ленина, 14. Здесь представлены изделия от известных производителей и различной ценовой категории. Эксклюзивный товар в магазине – детская ортопедическая обувь польской фирмы «Рена». Примечательно, что сеть ортопедических салонов «Орта Плюс» является единственным в Беларуси импортером такой обуви. Обувь разрабатывается в Польше в ортопедической клинике с 1957 года, над чем работают известные специалисты. Основная направленность – профилактика различных деформаций стоп у детей ясельного и дошкольного возраста. Данная проблема очень актуальна в связи с отсутствием на белорусском рынке аналогов данной обуви по доступной цене. Обувь выполнена исключительно из натуральных материалов и в современном дизайне большой цветовой гамме. Приобретая обувь «Рена», вы имеете возможность сохранить здоровье вашего ребенка. Кроме того, в новом магазине представлена линия медицинской одежды «Вест-Док». Эти коллекции выполнены из ткани импортного производства. Их отличают в стиль и удобство. Она разработана нашими дизайнерами с учетом тенденций, моды и всех требований к одежде медицинских работников. Коллекции отличаются большим разнообразием цветов, размеров широкой цветовой гаммы. Медицинская одежда «Вест-Док» станет отличной визитной карточкой каждого профессионала. Стоит отметить, что некоторые товары, например, изделия реабилитации в салоне «Ортоплюс» можно приобретать на прокат. «Анмедплюс» представляет продукцию «Оппа» – лидера по качеству и цене на белорусском рынке. Многие изделия запатентованы и эксклюзивны. В линейке нашей продукции представлены бандажи, корсеты, корректоры осанки, фиксаторы любых суставов, которые применяются при широком спектре заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата. Второй продукт нашей компании – изделия для реабилитации польской фирмы «Антар». Ходунки, инвалидные коляски, трости. Так как изделия для реабилитации не всегда необходимы на длительный срок, «Ортоплюс» впервые в Гомеле предлагает оформить данные изделия в прокат на срок от двух недель. Клиентам здесь также предлагают широкий выбор оптики. Мы на рынке уже работаем 10 лет и предлагаем нашим клиентам только качественные товары и услуги. У нас в продаже широкий ассортимент оправ, контактные линзы, различные аксессуары. В ближайшее время мы планируем открытие мастерской непосредственно в этом магазине. И уже наш клиент сможет получить заказ в течение 20 минут. Мне нужно будет ждать 2-3 дня. У нас постоянно проходят различные приятные акции. Постоянные клиенты получают дисконтную скидку. Качество представленного в магазине товара уже успели оценить и представители сферы здравоохранения. Замечательный магазин. На самом деле очень широкий выбор. Качественные изделия, испробованные на себе, даже в том числе медицинская одежда. И также по отзывам пациентов, которые уже использовали ортопедические изделия. Татьяна Болгова, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня у Гомеля прошел хастрофестиваль знатоков якосных бургеров. На ведвольнике шоу стали удельниками майстер-классу по приготовлению фастфуда и его худкому поеданию. Узведение фигур с бульбы фры и конкурсу на больше удалое селфи. Организаторы гастрономичного феста показали гостям свято высокий узровень сервису и густо. Ценителям вкусного фастфуда в этот день повезло как никогда. Гастрономический фестиваль по случаю открытия ресторана быстрого питания «УГОГО Бургер» выдался настоящим праздником. Для тех, кто знает, что идеальный бургер пахнет вкусно, подается быстро и оставляет только приятное впечатление. Этот был правильным. Я не знаю, сочный или не сочный. Он был классный. Каждый день я бы не ел это, но иногда перекусить можно. Работа у меня постоянно на ногах. И получается, захожу перекусить. Заказал наггинцы и картошку с фрит. Атмосфера такая приятная. Хорошее настроение. Все это в совокупности, скажем так, наверное, подвигло прийти и поучаствовать в этом празднике. Пока хозяева и гости гастрофестиваля определяли, кто быстрее съест аппетитный бургер, более точно распознает ингредиенты фирменных роллов и соорудит самые высокие замки с картофеля фри, повара ресторана щедро делились секретами приготовления фастфуда неповторимого вкуса. Идеально он должен быть большой, там должны быть две котлеты и всего-всего-всего побольше. И не сухой, чтобы он был. Берешь в руки и уже хочешь его. Мы делаем бургер так, как делают большинство мировых сетей. Используем те же самые ингредиенты. Есть, конечно, мнение, что это не совсем полезно, но если вы хотите быстро и качественно перекусить, чтобы не было никаких последствий, то бургерные такого уровня, в принципе, это ваш выбор. Остаться без приятных бонусов в праздничный день по случаю открытия ресторана Ого-го-бургер было сложно. Организаторы гастрофестиваля дали возможность любителям еды быстрого приготовления воспользоваться специальными купонами. Поэтому большинство блюд-меню обходилось вдвое дешевле, чем в обычный день. Приятные акции будут радовать постоянных посетителей всегда, пообещали рестораторы. Каждый месяц мы выпускаем скидочные купоны. Они есть в наших соцсетях, их можно скачать с нашего сайта и получать нашу продукцию с достаточно хорошими скидками. Наталья Ягнатенко, Елена Василюк, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель». Гэты, а так сама иншая новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.teveragomel.by. На гэтым выпуск завершенный. У студии працывала Наталья Ягнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам плённых выходных. До новых встреч у эфиры. Субтитры подогнал «Симон»